Озвучено Яндекс Спичкайт. Более 40 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии. Проливные дожди вызвали оползень и наводнение на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара-Индонезии. Погибли не менее 44 человек, спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий ВЭП. По словам представителя Б. Продити Джати, в ночь на 4 апреля оползень в горном районе накрыл около 50 домов в деревне Ламинеля на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Погибли 44 человека, еще 9 ранены, сказал он. Джати отметил, что под оползнем находится еще много людей и число жертв может вырасти. К спасательным работам привлечены сотни людей, однако их проведения затрудняют разрушенные дороги и удаленность района. Единственный доступ в пострадавший район, по морю с острова Адонара, но дожди, а также сильные волны мешают подойти к берегу, уточнил представитель спасательного ведомства. В БЭП добавили, что сильное наводнение также было зарегистрировано в Бемё, городе провинции Западная Нуса-Тенгара. Стихии вынудило эвакуироваться из затопленного района почти 10 тысяч человек. Сообщается о двух погибших. Напомним, в середине января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли более 20 человек. Ранение получили около 600 местных жителей. Отметим, в марте в Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Ученые зафиксировали выброс горячих облаков на расстояние 1,5 километра в юго-западном направлении. Накануне извержения сейсмологи зарегистрировали около 19 выбросов лавы. Ранее РБК Украина писала, что на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания.